24 апреля указ для граждан Украины, которые имеют документы Донецкой и Луганской области, Луганской Республики и Донецкой Республики. Вы подаете свои документы для оформления гражданства на территории своих республик, в полномоченные организации. Далее их везут в Россию. При консультации примерно 600-700 человек уже нас посетило, имея от вас некоторые вопросы. И удивилась, что почему-то в вашей украинской среде бытует такое мнение, что те, кто оформляется по указу 24 апреля, у вас будут какие-то особые паспорта, особые отметки. Как будто бы вам в эти паспорта перенесут регистрацию в российский, я уже имею ввиду, Донецкой и Луганской областей. Это абсолютно неправильно, это какой-то вброс какой-то информации. Не переживайте, у вас будут паспорта, которые будут печататься в Ростовской области. И далее, когда вы получаете эти паспорта, у вас там будет регистрация по тем адресам, которые вы заявите. Никто автоматом вам... Донецкая и Луганская области, это территория Украины. Поэтому, если у вас есть такие документы, некоторые приходят и говорят, нет, мы не хотим ехать по этому указу, оформляться туда, но, а, там очередь уже понятно образовалась, это понятно, но вы думаете, ее здесь не будет? Она будет такая же и здесь. Поэтому, если у кого-то есть документы Донецкой и Луганск, пожалуйста, можно оформить гражданство там. Это первое. Но сегодня мы будем больше говорить о Буказе 29 числа, который в пяти пунктах определил пять категорий иностранных граждан, которые получают упрощенку при оформлении российского гражданства. Первое. Граждане Украины, которые родились на территории Крыма. Я буду говорить Крыма, в Буказе, кто читал, там отдельно стоит Севастополь, понимаете, почему город федерального значения, поэтому отдельный субъект. Будем говорить на территории Крыма, а также постоянно проживали на дату референдума, 18 марта 2014 года. Это категория лиц, это те украинские граждане, которые при определенных вот тех событиях в марте 2014 года не смогли сразу определиться, что они хотят, и выехали. Вот сейчас, в первой части указа о 29 апреля, это они туда внесены. У них есть еще один шанс в упрощенном порядке получить российское гражданство. Меня не снимают, пожалуйста, на телефона. И сразу с миграционного учета, не имея никакого статуса, вот эти люди могут сразу получить российское гражданство. Мы сейчас говорим про Крым. Граждане Украины, родившиеся и проживавшие до марта 2014 года в Крыму. Вот для вас упрощенка есть прям такая конкретная. Вторая категория иностранцев. Все то же самое, только не граждане Украины, а лица без гражданства. Лица без гражданства, это люди, которые не имеют никакого гражданства, и у них об этом есть документ. Они те, которые что-то потеряли, и считают, что они без паспорта, а лица без гражданства. Нет, это люди, которые имеют документ лица без гражданства. Таких мало, подробно останавливаться не буду, и крымчан у нас будет мало, не буду. Они в основном все в Крыму и получат это гражданство. Я крымчанин, мне вот очень интересно. Опросы позже. Сначала мое прекрасное выступление, а потом кому все понятно, тихонечко выходит, остается меньше, меньше, меньше. Я буду стоять до последнего клиента. Каждый подойдет и что-то спросит. Хорошо? Потому что одному неинтересно понятно. Далее. Есть такой пункт, который касается лиц, и здесь не указано в указе. Кто эти иностранные граждане? Написано просто, иностранные граждане, это означает, что это касается всех мигрантов, всех. Документ у вас паспорт Узбекистана, американский и так далее. Любой мигрант может получить в упрощенном порядке российское гражданство, если он является по прямой восходящей линии потомкам лиц, которые были незаконно депортированы с территории Крымской АССР в советский период. Понятно? То же самое, небольшая категория лиц, но они есть. Не буду подробно. Подробно потом расскажу вам. Следующая категория, тоже незначительная, это четвертая в моем рассказе. Это граждане четырех государств, арабских и исламских, таких как Афганистан, Ирак, Лимин и Сирия. Это очень конкретный, определенный узкий круг. Те, которые были рождены на территории РСФСР в советский период. Понятно? Их будет вам приколеть. Про них тоже сейчас не будем. Это узкий, определенный контингент. И самая распространенная категория В в Указе, это мы с вами, это граждане Украины, подчеркиваю, которые имеют в Российской Федерации один из пяти статусов. Сейчас я продиктую, какие. И которые, кроме статусов, еще имеют регистрацию на апрель 2014 года в определенных районах Донецкой и Луганской областей. То есть, чтобы сейчас понять, подходите ли вы под этот закон, вы должны подумать, есть ли у вас два обстоятельства. Два. Первое. Статус в Российской Федерации. Второе. Прописка. Я скажу слово прописка, хотя в законе написано регистрационный учет. Прописка вам понятнее. В определенных областях. Определенных продиктовать не смогу. Донецкая область на 22 страницах. Луганская на 10 страницах разместилась эти ваши населенные пункты. Но, чтобы сейчас вам было более понятно, это делится таким образом. Что сейчас под Украиной в указ не входит. Что сейчас, если ваш населенный пункт, где у вас есть регистрация, обращаю внимание, на апрель 2014 года, на период создания ваших республик. Если на тот период вы были зарегистрированы, допустим, в Луганске или в Донецке, и у вас есть один из таких статусов, вы счастливый обладатель легкого пакета документов и быстрого оформления гражданства. Какие нужно иметь статусы в Российской Федерации, чтобы получить упрощенку по льготе? Первое – РВП. Второе – ВЖ. Не все сразу или-или-или. Понятно, да? Третье – ВУ. Ну, временное убежище. А то сейчас подумают, что я ругаюсь. Зумно? РВП – разрешение на временное проживание. Вид на жительство ВЖ. ВУ – временное убежище. Либо свидетельство участника программы переселения соотечественников. Таких на Кубани немного, но они есть. Или же документ беженца. Таких тоже мало, но они есть. Временное убежище беженца, вы, наверное, уже все знаете, это разные люди пишут. То есть, если у кого-то из вас есть такой статус и есть регистрация, Аллилуйя, с 1 июня начнется прием документов. Ориентировочно. Я еще буду говорить по поводу этого. Ориентировочно с 1 июня начнется массовый прием документов. И вы сможете собрать этот пакет, незначительный, небольшой, и подать документы. Кроме того, есть еще такая информация. Я еще, кстати, извините, начала сразу торопилась, попала и с места в карьер. Я вам не сказала, что большинство информации, о которой я буду сегодня говорить, к сожалению, носит несколько предварительных характеров. Если вы знаете указ о публикован 1 мая, еще нет определенных разъяснений по мелким каких-то ситуациям, позициям, кое-что из того, что я говорю, будет подвергаться изменению. Но я в тех моментах буду вам говорить. Вот это предположительно. Ладно? Так вот, по поводу 1 июня это предположительно. Как узнать вам, чтобы не ходить, ноги не пить? Как вам узнать, когда начнется прием документов? Первое, хочу сказать, что вот такой живой очереди он не начнется. Не начнется, потому что по предварительным подсчетам миграционной службы в Кубани, таких людей у нас примерно 25-30 тысяч человек на Кубани. Ориентировочно вот в этих окнах, вот в этой части зала сядут люди в погонах, которые будут принимать документы. Сейчас происходит подготовка нормативной базы. Эти люди, их еще нет в этой, не скажем, в природе. Их еще сейчас будут, в общем, тяжелый, подготовительный момент. Указ, как и для вас, как и для нас, абсолютно неожиданный. Ну, хорошо, он радостный, наступают в большинство, появляется свет в конце тоннеля. Поэтому наберитесь терпения, многие из вас 5 лет этого ждали. Чуть-чуть, еще 2-3 недельки и заходим на сайт нашего миграционного центра. Я не представилась, я директор миграционного центра Надежинского. Вот, значит, Надежинского у нас есть сайт. Ну, можно просто в поисковой строке набрать там миграционный центр Краснодар. Но, если кто-то, вубк.rd.ru В конце концов, когда вы будете расходиться, мы дадим вам какие-то, здесь у нас есть записки и листовки, и там этот сайт указан. Вообще, я вам рекомендую раз в неделю в раздел новости заходить. Я много лет работала с мигрантами, работаю до сих пор, знаю, что вам прежде всего не хватает, возможно, не хватает информации, да, поэтому, чтобы сидеть спокойно дома, там и все. Как узнаем телефон предварительной записи? Напишу. Как узнаем, с какого числа в приемночномце? Напишем. Как узнаем более конкретный пакет? Напишем. Сейчас я никому, не обижайтесь, не буду натиктовывать пакеты документов, не потому, что я плохая, а потому, что здесь еще есть шероховатость. И второй момент. Никогда нельзя на общей консультации, это тоже опыт подсказывает нам, говорить, какой пакет документов у кого, потому что вы, не специалисты, неправильно услышали, записали, побежали, тратить деньги, готовить пакеты, когда приходите, оказывается, это было не для вас. Поэтому, сейчас информация общего характера, просто рассказать, для кого, чтобы вы успокоились, дома сидели, знали, куда посмотреть, на что обратить внимание, что вам хорошо в ближайшее время. Но если вы хотите получить для своей ситуации более подробную для себя консультацию, то это только индивидуальная консультация. Наш миграционный центр, Надзержинского, и здесь наши окна, это вот эти, мы проводим консультации платные. Мы коммерсанты. все вот это за счет ваших людей. Поэтому, если хотите, ждете 30 мая. Вот там на двери, вы когда заходили, сфотографировали, наверное, 30 мая у нас платная консультация на третьем этаже, вот здесь. Почему платная? Мы для вас хотим более удобные условия, то есть там будут мягкие стулья, микрофон, и уже это будет перед июнем, понимаете, когда у меня будет больше информации для вас. Мы когда там сядем, кто хочет, за 250 рублей, 30 мая продаются здесь. И обсудим. Но кто-то, если вы пойдете на индивидуальную, вам сюда не надо. Потому что это все равно будет общая. Так, сейчас я закончу и скажу вопросы. И тогда, пожалуйста, бежать сюда не надо. Кому-то, допустим, все понятно. Спасибо, до свидания, до новых встреч можно уходить. А кто-то, ну, смотрите, вопрос, как задает один человек, как правило, он типичный для большинства. Уважайте друг друга. Послушали, что спросили, послушали, что я ответила. Потом все равно переспросите, я уже знаю. Но тем не менее, кому-то понятно будет с одного раза. Сейчас я дам вам небольшие тезисы по тем вопросам, которые мне уже задавали 600 человек, которые были до вас. Хорошо? Смотрите, есть такая прекрасная позиция. начальника, руководителя иммиграционной службы, мы с ними работаем в плотном контакте, мы им сейчас помогаем, вот работая с вами, разгружаем. они занимаются бумажными сейчас материалами, вы работаете с населением. Смотрите, но это предварительно, предварительно, но все-таки хорошая позиция, мы прям радуемся за вас, что если в семье только один человек имеет статус и регистрацию, допустим, семья, три человека, только папа имеет ВУ и регистрацию в Донецке, то миграционная служба на сегодняшний день, я не знаю, что пускайницу после родительства не может быть, но на сегодняшний день... Ольга Витальевна, снимает у вас молодой человек. Спасибо вам большое. У меня память плохая. Не снимайте меня, пожалуйста, я не люблю тебя. Я вас не снимаю, я просто записываю, чтобы помочь. Не надо записывать вот так, понимаете, не доводяй на меня камеру, ну хватит уже из них. Камера на вас не направляется. Ну, некрасиво, ребята, я стою перед вами, давайте уважайте меня. Слушай, так вот, если один человек в семье имеет, то все остальные погиб по работе. в этой семье. Помните, в указе, кто смотрел, написано. Написано, граждане Украины, имеющие статус, проживающие там, а также их дети, супруги, родители. Вот пока эту норму, слово просто, пока эту норму, миграционное подразделение трактует вашу пользу. Пока это вот еще, помните, я говорю, предварительно, не, не потом не говорить, а по поводу нам говорила такая бесовестная, мы обрадовались. И я говорю то, что знаю на сегодняшний день. Так вот, получается, если папа имеет ВУ, а мама с ребенком подъехали позже и живут по миграционному учету, у них предоставляется такой шанс всем в район быстро пойти на граждан. Это беспрецедентно, такого не было. Далее. Пакеты документов у всех разные. Вот почему нельзя говорить сейчас и бросать вам листовки, там вот на коммунарах мы знаем, некоторые люди вам назнают эти листовки, будьте аккуратны. Пакет документов из указа переписать много ума не надо. Он в каждой ситуации индивидуален. Даже в семье, вот папа пойдет в свою, а мама с сыном и гручетом, у него будет свой пакет, у него свой пакет, отличающийся и по объему документов, по размеру и по цене. Потому что вы все равно понимаете, деньги какие-то придется сюда внести. Но есть хорошие и есть положительные моменты. Первое. Не требуется прохождение медкомиссии, если вы уже имеете статус. Если, допустим, как бы сейчас из нашего примера по папе с ВУ, да, мама не имеет статуса с ребенком, вот им медкомиссия понадобится. Далее. Не требуется прохождение никаких экзаменов. Никаких. И самое веселое, самое радостное, не требуется подтверждение доходов, уважаемые иностранные граждане. То есть можно сразу оформлять гражданство. Многие из вас живут и по виду, не работая официально, не имея такой возможности, не можете оформиться и тормозиться гражданство, даже если с нованием иностранные гражданство. Вот в этом указе вот эти позиции опустили. Мало однократно. Если вы меняли имя, не только фамилии, там, отчество и так далее. То есть если у вас были какие-либо в жизни изменения установочных данных, все документы с собой приносятся. Свидетельство о рождении приносите, на всякий случай. Если вы идете с ребенком, понятное дело, и свидетельство о рождении вашего ребенка, потому что он пойдет вместе с вами. Так, документы о погашенной судимости, если они у вас есть, сейчас, пока до июня, вот это все можно готовить. Вопрос по переводу документов. Всегда, на всю жизнь вы не запомните, не знаю, может, врач никому не рассказывал, в России государственный язык русский, только русский. Ваши документы, даже общенациональный паспорт в Украине, я знаю, я его много раз видела, держала в руках, содержит одну страничку на русском языке. Но на всех остальных страничках он содержит отписки печати, штампов и прочей другой информации. Поэтому, как понять, нужно ли мне документ переводить? Не надо ни у кого спрашивать. Берем дома документ, не знаю, в очках, с лупой, изучаем его полностью, любой документ. Средство там о браке, о рождении, о чем угодно. Если в документе есть хотя бы печать, оттиск, штамп, что угодно на украинском языке, это означает, что этот документ подлежит переводу, а переводчика подпись всегда в России заверяет нотарию. Если ваш документ составят исключительно на русском языке, например, такой, как правило, ДНР, тогда ваш ответ на ваш вопрос будет не требоваться, потому что там все на русском. Это общее правило с документом, его используют. по поводу перечня отдельных районов Донецкой и Луганской области. Вопрос тяжелый. Я знаю, нам уже привыклищие ваши соотечественники по приказу на консультации рассказывали, что есть и в контакте в вашей группе эти списки, есть в интернете, я сама в интернете смотрела списки, пытаясь найти какие-то актуальные. Смотрите, списки пока мы официально не размещаем. Как только нам миграционная служба разрешит эти списки на сайте разместить, я их там расповяжу. И вы тогда, зная, что у нас все по-честному на сайте, вы там пойдете и посмотрите. Сейчас все, что есть в интернете и у добрых людей, предлагаю подвергать критической оценке. Иначе вы сейчас неправильную информацию получите, будете собирать, ну помните, я говорила, потратите время, деньги, свои надежды, эмоции, а в итоге окажется не так. Пока общий критерий, помните, как я говорила, кто сейчас на этой территории заправляет. Так, вероятно, списки тоже будут к концу года еще винаться. То есть эта информация не окончательная. Не теряйте веру, если там вдруг вы список себя не обнаружите. Никакой логики нет, больше я ничего по спискам пояснить не могу. Многие себя не находят, расстраиваются, и это понятно, потому что в некоторых местах все начиналось, а теперь этих городов там нет. Ну простите, мы можем только вам трансировать информацию, эти списки мы не делаем, их составляет ВИД Российской Федерации по перечню, который мы получаем из украинских граждан. Так, я предлагаю, кому все понятно, пожелать другу. А, госпошно 3500. Госпошно 3500, вон наши терминалы стоят, здесь уже заведены все реквизиты, можно будет заплатить. Если мама с ребенком в одно заявление, мама может списать детей несовершеннолетних, понятно, да? И тогда платится одно заявление, одна госпошная, понятно? на жительство платила уже поскольку на что раз видно это на жительство это абсолютно другая госпошность. Смотрите, хороший вопрос, спасибо, это можно сказать. Смотрите, некоторые из вас в этом году в апреле получили квоту. Смотрите, мы же как бы ждали закон упрощающийся украинцев. Если кто-то был в январе у нас на консультации надзержинского, мы говорили, подождите, украинцы, мы ждем определенный закон, что-то упросят. и просили вас не суетиться. И целый квартал, первый квартал, Татьяна Евгеньевна Астальцова, начальник отдела РФВЖ, украинцам квоты не давали, помните? Не давали, потому что ждали, что вот-вот сейчас будет упрощен. И вот мы в апреле перестали ее ждать, 300 квот выдано в апрельской комиссии для граждан украинцев. И буквально через две недели вот это все вот так случается. Поэтому, смотрите, вот многие будут спрашивать, я получил квоту, что мне делать? Оформляться или нет? Конечно, если вы имеете статус ВУ и вы можете пойти с ним на гражданство, то, конечно, не оформляться. Понятно, вы тратите деньги, которые лучше потратить на платный граждан. А если вы не имеете ВУ и получили квоту, чтобы вам оформить РВП, то, конечно, вам нужно воспользоваться, оформить РВП и через два месяца перепрыгнуть на новый закон. Понятно? Те, кто подал документы на РВП, еще решения не имеют. Такие будут тоже. Прежде чем с вами встречаться, конечно, мы информацию получаем из первых уст. Татьяна Викторовна Слельцова общались, спрашивали ее позицию. Документы по РВП, если вы их не получите, то она не будет принимать заявление на отказ от рассмотрения заявления. Почему? Потому что документы на РВП для украинцев это всего 50 дней. Помните? И пока вот эта вся переписка ваша будет состояться, в этом нет смысла. Но если вы, имея РВП, в ближайшие месяцы подали на ВЖ, здесь мы будем вам рекомендовать тоже, пожалуйста, сейчас я не буду кричать вам, диктовать, как это заявление написать. В индивидуальном порядке подходите, но уже алгоритмы уточнили, знаем. Если, допустим, в апреле, в марте вы подали на ВЖ, там у вас медицина, нотариальные переводы, госпошлина 3500, то мы будем вам рекомендовать и подскажем алгоритм, как эти документы можно снять с рассмотрения и значит вам кое-что вернется назад. Но оплаченная госпошлина, она же вам в рублях ее не вернет, она бы ушла в казначейство Российской Федерации. Госпошлину можно вернуть по заявлению, это долго, но возможно. Поэтому те, кто заплатил госпошлину и еще решение по виду не получил, вы будете обращаться с заявлением о возврате госпошлины, она придет там через пару-тройку месяцев, но платить на гражданство придется на другие реквизиты, понятно? На другие, гражданство, может на гражданство другие реквизиты. люди, люди, которые живут по временному убежищу. Сейчас будет вопрос, как быть, как подавать документы, где брать паспорта и прочее. Давайте, кто хочет выйти, мы сделаем возможность людям пройти. на гражданство. Продолжаю. Значит, смотрите, те, кто живут по временному убежищу, спрашивают часто, мне теперь что, можно сдать ВУ, забрать паспорт и бежать на гражданство? Нет, нет. ВУ это ваша льгота для гражданства. Вы должны будете приходить к нам с двумя документами, с копией паспорта и с временным убежищем. Либо, если вы взяли свой паспорт, то тогда вы вы узнаете и приходите к нам с копией ВУ. Понятно, да? У вас два документа подтверждают вашу льготу. ВУ как статус, а ваш паспорт, который лежит в районе, имеет отметку о прописке и там написано на какой год и где вы зарегистрированы? С 3-го в районе. С 3-го в районе 2-го. Пока у вас есть 2-три недели до приема, можно этим заняться. Спокойно заняться. А если заканчивается 6-го июня ВУ? Я готова дальше. Далее. Значит, если вы живете по ВУ и так случилось, что в период вашего проживания в России вам исполнилось 25-45 и ваша фото не вклеена в паспорт, есть такие люди, которые знаете, если фото не вклеено по возрасту, паспорт признается недействительным. Мы получили разъяснение по этому факту. Если у вас не вклеена по возрасту фотография, но есть временное убежище, у вас документы в Крим. Если у вас не вклеена фото, фотография по какой-то причине, а убежище уже там просрочено, истекло, вы его там потеряли, то вам нужно выехать в Украину, получить документы и после этого подаваться. То же самое касается детей, детей, то же самое касается детей, которым исполнилось 16 лет. Я сейчас не говорю, если они живут в Украину. Смотрите, документ временное убежище в России признается документом, удостоверяющим личность. Поэтому, если у вас ребенок вписан туда, то все аллилуйя хорошо. Если ребенок туда не вписан, ему 16 и больше, и паспорта нет, он не пойдет с вами на гражданскую, пока вы не сделаете ему паспорт. Вариантов может быть только два. Либо у всех есть временное убежище и истекшие документы, либо у всех если убежища нет, то документы действительно. Если есть у кого-то РВП и ВУ, не знаю, зачем им эти два статуса одновременно, подарить по одному из них. По одному из них. Паспорт, пожалуйста, вот у меня дочь использовала 16 лет, но в паспорте у меня она вписана. Не знаю такого. Мы паспорт не можем вписать. 16 лет в Украине выдаются документы уже отдельно. Нет, я понимаю, но у нас есть... А я понимаю, я писала на ваш вопрос. Просто вам не нравится мой ответ. Документы одели. Нет, просто нам надо выехать, получается, получить... Но мы на Украине можем выбрать, потому что у нас там условия. консультация индивидуальная 500 рублей. Эти люди слушают себя. Зачем они слушают вашу историю? Скажите, мы-то интерьерим? Я рассказываю для всех одинаково. Хотите получить консультацию индивидуальную? Вы готовы? Пожалуйста, жилье. Спасибо. Правильный вопрос. Послушайте, что в теме, у кого документы истекают? Помните, я говорила? Вы задали общий вид. Ну, я не знаю. Ну, ну, давайте уж вы сидите, они стоят. Ну, потерпите уж без моего физиономии. люди стоят, вы еще и гоняете по залу. Серьезно? Sorry, sorry. Извините, послушайте. Смотрите, какая история с теми, у кого истекают срок документов. Помните, в законах многих российских написано на услугу подавать, когда документ там действительно еще какое-то время. Что нам поясняет один вопрос гражданства, опять же, вашу пользу трактуя законодательство. Если у вас истекает временная убежка, документы сможете подать в последний день действия этого убежища. Но, но, я обращаю ваше внимание, помните, я говорила, 30, 35, ну, 25, 27, по разным процентам, вот, 35, тысяч украинцев придут сюда. Вы понимаете, на какое время растянется очередь? Они не смогут принимать по 10 человек в день. Не смогут. Поэтому очередь будет примерно как на носителе, да, на 6-7-8 месяцев вперед. К этому нужно быть готовы. Потому что это нормальная ситуация. Их будет максимум 6 человек. Не смогут. закрыть и остальные услуги заниматься только украинским гражданом. Поэтому, я готова продолжать, поэтому, пожалуйста, оцените свои возможности. Если ваше ВУ истекает в июне, в июле, я бы вам рекомендовала продлить его. Вы вряд ли сюда сможете запишать и в первых числах подать. Потому что сейчас будет подавайте сейчас, кто вам мешает. Сейчас я полагаю, в районах должны с пониманием отнестись к вам. Ходите, занимайтесь продлить. Если вдруг у вас нет вариантов, тогда sorry, вы четко платный принесли. Потому что чем отличаемся мы от государственных, мы можем взять еще 10 человек. Понимаете, у меня больше возможностей. Она не может больше принять. Тогда банку мы ускоряем. Потому что быстрее работаем. Рабатываем на спе. Нет, ни в коем случае. Надежинского мы гражданством не занимаемся. Все сюда. Так, теперь смотрите, у кого-то будет такой вопрос. Я оформил носителя, ну допустим, русского языка, да? Что мне делать дальше? Надо идти дальше, не надо идти дальше. Ответ будет такой. Если у вас есть вид на жительство, РВП, как я говорила, ВУ и все остальное, тогда дальше пересаживаться на другой закон. Если вы получили носителя, но вид еще не оформили, что нужно сделать? Оформить вид, а потом пересаживаться на другой закон. Хотя в этой ситуации может и не пересаживаться. Дальше как там одинаково быстро идут. Я не сказала рассмотрение вот этих документов по упрощенке 93. по секрету скажу при учимся пытаемся учиться сейчас на секунду я сейчас сам покажу значит смотрите для всех что нужно приготовить для всех для всех вот пока есть время 2-3 недели фотографии 3 штуки 3 на 4 сантиметра матовые 3 штуки далее 3 штуки 3 штуки на Гарково на заявление пойдем заявление пожалуйста пока послушайте дальше заявление пожалуйста пока нигде не печатайте а не нового образца указ вот этот 187 указ президента в приложении в форму заявления не надо его распечатывать из интернета мы там сейчас напишем государственный край адаптируем к нашему региону в конце концов здесь потом купите его просто если сами хотите заполнить либо у нас заполнить на платной основе заявление должно быть на 2 одно сразу ФСБ уходит другое идет подождите дальше у каждого это что будет у каждого напоминаю что ребенок вписывается в один из документов родителей дальше у каждого документ удостоверяющий личность помните да у кого это значит временное убежище остальные все с документом далее документы подтверждающие смены фамилии гражданские состояния есть ввиду брачные отношения если была судимость ищите у погашения судимости о снятии судимости тоже важно если судимость давно снята или вопрос заявления были ли судимы отвечайте честно и документы подтверждающие ваше проживание в Донецкой и Луганской на определенные дни если если у вас есть отметка в паспорте помните откис в печати о прописке больше ничего не надо но есть такие люди которые меняли паспорта допустим в шестнадцатом году и поставили отметку прописка в шестнадцатый год вот есть такие уже приходили к нам на консультацию что делать вам а он теперь вот рубаху что я там с рождения в этом населенном пункте пропис в этой ситуации не отчаиваемся у нас есть время пока еще прием значит обращаемся в Донецкую и Луганскую по месту нахождения и берем справку о том что этот человек был на этот период зарегистрирован в указе написано что такие справки на Украине будут выдавать уполномоченные органы вероятнее всего это милиция ваша или же администрация района понятно если оттиска в паспорте нет то естественно понимаете и льготы нет поэтому нужна справка если нет ни справки ни оттиска закон других вариантов не предусматривает приходила женщина принесла домовую книгу и начала показывать что она была прописана это для другого закона это носитель русского языка это для Крыма и так далее вот в этой ситуации по вашей теме по вашему только два документа либо справка либо оттиска по прописке все я готова отвечать на вопросы по одному и если можно громко вопрос если мама идет берет ребенка на гражданство этому многим будет интересно берет с тобой нужно ли от отца разрешение согласие второго супруга согласие верни второго родителя в законе о гражданстве предусмотрено к сожалению пока у меня нет ответа на этот вопрос он могу сказать только нет если они идут все это пока не готовы ответить а этот вопрос задают очень часто мы разместим ответ на сайт читайте ближайшие где крымчане на подряд на гражданство где он зарегистрирован в России как будет формироваться в Сочи гражданство послушайте по поводу всем информация по лет как будет формироваться в Сочи тихо ну сейчас выйдут не разговаривай я ничего не разговариваю я друг так смотрите к сожалению так как вас много и мало живой очереди не будет сто процентов можете не приходить тут не ночевать в палатках не надо этого не будет есть торопыги всегда которым надо первым нет поэтому будет телефон предварительной записи поймите но это ваших интересов я уже говорила это не послушайте дозвониться невозможно когда 20 тысяч человек в 8 утра стоят и опа все сразу начинают звонить невозможно дозвониться сто процентов это подтверждает пожалуйста не звоните в первый день не звоните в первые секунды начала работы сотрудника я вам не знаю клянусь вам утилина васильевна подклюбит телефоны работают и люди сидят на записи но когда звонит 150 человек одновременно отвечают только одному понимаете наберитесь терпения вы сразу вы июне вы июле даже я считаю вообще может быть некоторые осень не подойдет нужно просто к этому отнестись с пониманием но не бывает все сразу мы не можем у них штат ограниченный не могут они взять и принять документы принимают только официанты все а здесь можно каждый день мужчина когда будет известен номер телефона будет указано время и так далее а на сайт скажите вопрос такой а тех кого временное убежище будет дополнительная финансовая нагрузка или нет если будет то какая сколько это будет стоить а как получается закон гуманитарный а нагрузки финансовая нет это спекуляция называется так же как рмп а можно без них это так кому все понятно спасибо удачи до свидания это нога как какая и какая нагрузка будет Продолжение следует...